Добрый вечер, дорогие слушатели! Меня зовут Сергей. Сегодня мы поговорим с вами о том, какое письмо традиционно используется для записи с санскрита. Вы уже познакомились с тем, что наука относит звуки к разным классам. Все звуки можно разделить на гласные и согласные. Гласные делятся на простые дифтонги, простые гласные делятся на краткие и долгие. Согласные будут относиться к разряду смычных, полугласных или шипящих. Смычные делятся на задненебные, небные, церебральные, зубные и губные. Это довольно стройная система и такая стройная система возникла благодаря тому, что еще в глубокой древности в Индии индийские ученые занимались фонетикой и фонологией, опередив на много столетий в этом деле европейских ученых. Фанатика языка описана в специальных трактатах Шикше и Пратишакхех. Благодаря этим трактатам мы имеем хорошее представление о том, как выглядел санскрит в те давние времена. А это и тысячи, и две тысячи лет назад. Хотя, например, для латыни или древнегреческого мы таким похвастаться не можем. И мы очень приблизительно знаем, как могла звучать их речь в те времена, как разговаривали на латыни или древнегреческом. А санскрит не только хорошо описан, но и очень хорошо сохранился благодаря тому, что в Индии его оберегали как священный язык, как священное звучание вет. Любой язык существует в виде звуков речи. Речью, как вы понимаете, владеют все носители языка. Но далеко не все умеют писать. И есть также, как вы, может быть, знаете, масса бесписьменных языков. Широкое распространение письменность получила, в общем-то не так давно. Последние пару столетий человечество начало записывать и обучаться письменности тотально. До этого письменностью владели только избранные, получающие хорошее образование. Санскрит, Он длительное время передавался изустно. Причем в Индии изобретали специальные способы сохранения священного звучания вет, специальные способы передачи. Брахманы всю жизнь посвящали тому, чтобы научиться правильно рецитировать веды и сохранять и передавать эту традицию с поколения в поколение. Поэтому, собственно, письменность им была не очень нужна в этом деле. Они ценили больше именно звучание речи, звучание мантр. Поэтому длительные века санскритские тексты, тексты вет, тексты более поздних периодов, передавались без письменности, устно. А когда распространилась письменность, ну, по необходимости стали записывать тем письмом, которое бытовало в том историческом времени и месте. И это уникальная ситуация, что у санскрита так и не сложилось какой-то одной единой специфической именно для него системой письма. А он использует такой широкий спектр разных письменностей, в первую очередь индийского региона. Индийский грамматист Панини, около 5 века до нашей эры, живший в деревне Шалатура, современный лахор в Пакистане. В то время были контакты с державой Ахименидов персидской. И вот Панини в своем Аштадхияе, восьмикнижье, грамматическом трактате упоминает слово письменность. То есть мы не знаем, использовал ли он сам письменность, у нас нет об этом никаких сведений. Но слово письменность, как понятие, существовало и с высокой вероятностью, он умел писать. Используется слово липи, письменность, аналогичное персидскому дипи. Ну, хотя само восьмикнижье традиционно и по сей день изучается именно в виде заучивания наизусть. То есть все еще передается устно от учителя к ученику. И сама система восьмикнижья, грамматический индийский традиционный подход, она предполагает знание всех сутр грамматических Панини наизусть и их употребление по мере необходимости. В пятом-третьем веках до нашей эры в южноазиатском регионе распространилось письмо Брахми. Брахми является алфавитно-слоговым письмом. Многие европейские и американские ученые за пределами Индии считают, что оно происходит от арамейского алфавита, обосновывает это сходство множества знаков. Однако некоторые ученые, в первую очередь индийские ученые, склонны говорить о происхождении письма Брахми от протоиндийской письменности, от памятников образцов письменности, обнаруженных в цивилизации Харапа и Махенджудара. Это третье-второе тысячелетие до нашей эры. Письмом Брахми записывались знаменитые указы царя Ашоки в третьем веке до нашей эры. Но они были не на санскрите, они были на Пракрите. Это среднеиндийские диалекты. Для записи как Пракрита, так и санскрита используется также письмо Кхарошти. Это древнеиндийские письма из слогового типа, вероятно, тоже от арамейского произошедшее. Пишется она справа налево, подобно арабскому письму. Вот на черно-белом фрагменте очень плохо видно, но вот снизу есть расшифровочка черным. Там читается справа налево по слогам ДГРАМА ДИПИ. Уже знакомое нам слово ДИПИ, означающее письмо, и слово ДГРАМА. Это какая-то трансформация известного нам слова ДХАРМА, что можно перевести, например, как ЗАКОН. В итоге получается что-то вроде ЗАКОНОПИСЬ. То есть царь писал свои указы, ну, ЗАКОНОПИСЬ. Санскрит записывался также письмом ГУПТА. Это IV век нашей эрожи. Оно происходит от письма Брахми, устроено по тому же слоговому принципу. Также письмо ШАРАДА. Это VIII-XIV века нашей эры уже. Это письмо уже выглядит более таким усложненным и уже ближе к знакомому нам распространенному в наше время Деванагари, которым сейчас часто пишут санскрит. Письмо Брахми также дало начало множеству современных индийских письменностей, ну, которые, некоторые из них довольно древние. Так, письмо Гуджарати, это еще IV век нашей эры. Письмо Бенгали, это XI век нашей эры. Может быть, они не в таком современном виде тогда существовали, но уже тогда поделились на группы разновидностей письма. Они тоже могли использоваться для записи санскрита. Письмо Телугу. Оно гораздо меньше уже похоже на то, что мы видели только что на Деванагари и близкородственному письму. Тут округлые знаки, кружочки такие. Различие такое в формах связано с тем, что в разных регионах использовались разные способы письма. Так, например, вот эти вот круглые формы, они появились из-за того, что писали на пальмовых листьях, процарапывая их металлической палочкой такой. И вот чтобы эти листья не расползались по волокнам, предпочитали округлые формы рисовать. Санскрит записывался и продолжает по сей день записываться всеми этими видами письма. И даже могут писать арабским письмом. И в каждом штате Индии для его записи может использоваться местная писанность. В этой связи любопытные ситуации получаются, что манускрипты каких-то текстов, они разбросаны по всей Индии и даже за ее пределами, записаны разными видами письма. Итак, некоторые манускрипты можно обнаружить в тибетских высокогорьях, где в сухом климате они сохраняются гораздо лучше, чем во влажной тропической Индии, где манускрипты не только подвержены сезону дождей, разрушаются от сырости, но и поедаются термитами и крысами. Здесь вы видите образец тибетского манускрипта, где предположительно что-то записано тоже на санскрите. Тибетское письмо тоже родственник Деванагари, тоже восходит к Брахме, в отличие от самого тибетского языка, который никакого отношения ни к санскриту, ни к индийским языкам не имеет, а сам родственен к китайскому. Для русского человека может быть ближе такая аналогия, как сербско-хорватский язык, который может записываться как латиницей, так и сербской кириллицей. Ну или может быть азербайджанский язык, который где-то пишут арабским письмом, где-то латиницей, где-то кириллицей. В сознании людей санскрит неотрывно отождествляется с Деванагари, но это не совсем верно. Да, действительно, в последнее время Деванагари отдается предпочтение при записи санскритских текстов, однако, как мы уже сказали, на протяжении истории санскрит писался и письмом Брахми, Хорошти, Гупты, Шарада, Гуджарати, Бенгали, Телугу, Малаялам, и тибетским письмом, и сейчас он до сих пор пишется многими письменностями разных регионов Индии. И, с другой стороны, Деванагари, оно не является специфическим письмом для записи санскрита, им может писаться и хинди, и маратхи, и непали, и бихари, и какие-то другие языки. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить, что санскрит обязательно должен писаться именно Деванагари, а все остальное это не санскрит. Это распространенная у некоторых, но ошибочная точка зрения. В прошлой лекции мы знаем, что в Европе была разработана запись санскритских звуков на основе латинской транслитерации. То есть это та же самая латиница, но со специальными диакритическими значками для тех звуков, которых не хватало в нашем языке или в известных европейских языках. Например, долгая А помечается черточкой сверху, или церебральная Н помечается точкой снизу, или глухое придыхание помечается тоже точкой снизу. Такой вариант записи латиницы, он в принципе совершенно так же, как и Деванагари, дает правильную, достоверную запись санскритского текста. Также на прошлой лекции вам демонстрировали образцы записи кириллицей, которые, если правильно записать, тоже способны предоставить правильный санскритский текст, который можно прочесть по всем правилам и понять, и перевести, и расшифровать, и истолковать. То есть любая, в принципе, письменность, если она хорошо приспособлена, подходит для записи санскрита. Индия очень богата на языки. Прям-таки лингвистический рай. В Индии говорят на 447 языках и насчитывают до 2000 диалектов. Из-за такого пестрого, лоскутного одеяла языков, конечно, и письмо там тоже разнообразное. Вот на этой схеме мы видим, как индийское письмо, а оно довольно оригинальное, этот слоговый принцип, оно распространилось не только по всей Индии, но также, в общем-то, по всему азиатскому региону. Оно проникло в Китай, дошло до Японии, на острова Ява, Суматра, Борнео. В результате исторической случайности или чьих-то предпочтений, но все-таки для записи в последнее время предпочитается Деванагаря. Оно было распространено на севере Индии, назначено, и когда европейским ученым надо было налаживать книгоиздание книжек на санскрите, санскритских текстов, то они остановили свой выбор именно на Деванагаре. Хотя были попытки издания каких-то учебников и письмом Телугу, и бенгальским письмом, но все-таки остановились на Деванагаре, и с тех пор, как началось санскритское книгопечатание, Деванагаре, собственно, становится стандартом для оформления и записи санскритских текстов. Хотя в самой Индии до сих пор издается и бенгальским шрифтом, и Телугу тем же самым. В любом штате могут издавать санскритские тексты своей местной письменностью. Письменность Деванагаре сложилась постепенно в промежутке между 8 и 12 веками нашей эры. Откуда взялось такое название, Деванагаре точно неизвестно, но судя по названию, состоящему из слова Дева, Бог и Нагари, городская, то есть как бы божественно-городская письменность, можно думать, что жители городов средневековой Индии очень высоко ценили достоинства этого письма. Письмо это является абугидой, если говорить научно. Ну, по-простому это вариант слоговой письменности. Некоторые люди предпочитают все незнакомые и непонятные значки называть иероглифами, но с научной точки зрения это как бы совершенно неверно, потому что иероглифы передают на письме знаками какие-то идеи, понятия, предметы, вещи. Санскритская письменность это слоговое письмо, оно передает звуки в первую очередь. Как мы видим, слово РА-ДЖА. Первый слог РА, второй ДжА. Особенность слогового письма, что каждый знак в нем представляет слог. Элементарный, элементарный знак в этом письме может быть только слогом. Слог может быть состоять из гласного, а может состоять из согласного с гласным. От одного согласного, ну, бывает два, три, редко четыре. Ну, в единичных случаях даже пять согласных, как мы видим здесь, пример, есть. Три согласных ПСНА, пять согласных РЦНЬЯ. Вот это вот РЦНЬЯ из пяти согласных и одной гласной, оно составляет единый, как бы, знак, единую единицу слоговой письменности Деванагари. В алфавит Деванагари, который, собственно, соответствует системе звуков санскрита, основан на нем, входит 49 основных знаков. Ну, понятное дело, что в нем можно выделить гласные звуки и согласные. В других письменностях мира звуки идут в произвольном порядке, но санскритский алфавит следует вот такой стройной системе. И звуки расположены... Сначала идут гласные звуки. После гласных звуков традиционно помещается два призвука. Один носовой при звукам, другой при дыхании. И после этого идут согласные звуки, расположенные в соответствии с их местом образования. Это задненебные звуки. Как ха га 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 на. Небные чачха джа 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 на. Церебральные татха дадга на. Зубные татха дадга на. Губные па бха ба бха ма. Дальше идут полугласные. Я-ра-ла-ва. Шипящие. Ша-ша-са. И звонко при дыхании га. То есть звуки расположены именно в таком систематическом, лингвистически проработанном порядке. Так, гласные звуки. Ну, на прошлом занятии мы уже их видели и слышали. Гласные звуки. Долгая. А. Гласный. И. Долгая. И. У. Долгая. У. Р. Долгая. Р. И. И четыре дифтонга. Э. Ай. О. Ау. Ну, опять же, традиционно помещаемые после гласных дополнительные знаки, они соответствуют фонетическому носовому призвуку и при дыхании. Хотя точка над чертой, она используется несколько шире, чем вот именно соответствие носовому призвуку. Иногда она обозначает другие носовые звуки. Как вы видите, здесь запись вот этих носового призвука АМ, оно сделано с использованием гласного звука А. Ну, это традиционно так делается, просто чтобы можно было его как-то произнести, потому что просто носовой звук он сложен в произношении со звуком АМ, как-то это легче делается. То же самое для придыхания. Ах. То есть без звука А его сложно выговорить. Поэтому их просто традиционно пишут со звуком А в приведении схемы санскритского алфавита. Согласные. Согласные в слоговой письменности представляют собой неразложимые простые знаки, читающиеся как сочетание согласного с гласным А. Собственно, это вот основная необычная особенность такая санскритского письма Деванагаря, которая нам непривычна, но которая не представляет большой трудности. Так как мы уже прочитали. А, Ха, Га, Га, На. Это чтение именно одного вот такого знака. Всегда он сопровождается краткой гласной А. Задненёбный КАКХАГАГАНА, Нёбный ЧАЧХАДЖАДЖАНЯ, ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ТАТХАДАДРАНА, ЗУБНЫЙ или ДЕНТАЛЬНЫЙ ТАТХАДАДРАНА, ГУБНЫЙ ПАПХАБАБАБАМА, Полуглазный или сонанты Я, РА, ЛА, ВА, ШИПЯЩИЕ СА, ША, СА и ЗВОНКОЕ ПРИДЫХАНИЕ ГА. Оно близко к украинскому ГА звуку. Поскольку оно пишется ХА, то его часто и часто и произносят, и сами индусы его тоже часто произносят просто как глухое ХА. Но с точки зрения санскритской фонетики это не совсем верно, это звонкое придыхание, и оно ведёт себя при изменении звуков именно как звонкое придыхание. И поэтому его стоит произносить именно звонко, как ГА. Не стоит думать, что в санскрите есть в Деванагаре, то есть какое-то одно начертание, которое является правильным, и изучив его можно узнать сразу все варианты правильного написания. Это не совсем так. Как минимум, сейчас в книжках используются два варианта написания. Это северный стиль и южный стиль. Северный он более древний, южный более новый. Но вот оба они используются. Так, для гласной А есть два варианта. Первый похож на солнышко, второй как бы троечка и единичка. Соответственно, этому также производный от этого знак долгого А, знак О, знак АУ, имеет такое же начертание. Также варианты для гласного звука РИ, долгого РИ, ЛИ, ну, на всякий случай долгие ЛИ. Тут вписан, который на самом деле никогда реально не встречается. Также для звука согласного ЧА, ДжИГА, ЛА и ЩА. Это основные варианты, которые, ну, надо знать, чтобы хотя бы просто уметь читать Деванагари. Хотя на самом деле в книжках и еще больше в манускриптах можно встретить еще какие-то другие варианты букв. Так что и этим не ограничивается разнообразие алфавита. Особенно, когда читаешь манускрипт, надо всегда быть готовым к тому, что придется узнавать значение букв по контексту. То есть какие-то буквы могут быть просто непонятны и неузнаваемы, и не похожи ни на что, какие-то такие странные зверьки. Но в сочетании звуков, в сочетании слов можно их определить и понять. Вот варианты написания гласного звука А в разных вариантах. Слева южный, справа северный стиль. Насколько они могут быть непохожи друг на друга. Так, кроме знаков, еще раз вернемся к придыханию и призвуку носовому. Для них используются три значка. Значит, просто точка бинду. Но она, собственно, и значит точка или капелька. Сверху над чертой обозначает либо носовой призвук, просто носовой такой абстрактный звук. Либо оно может обозначать какой-то другой носовой, потому что система письма это позволяет. И в зависимости от соседних звуков читается как носовой того или другого ряда. Как заднеязычный, церебральный, зубный, губный, может считаться. Следующий знак Чандра бинду или точка с полумесяцем. Такое красивое у него название. Оно передает носовой характер базового знака. Или сопутствующий ему носовой призвук. Ну и висарга, которая две точки справа от гласной, они дают ей придыхание. Глухое придыхание. Ах! Часто Чандра бинду, точка с полумесяцем, просто заменяется на бинду. То есть упрощенное написание используется. И Чандра бинду даже не всегда включается в алфавит. То есть просто бинду и висарга, как при звуке, отмечаются. Это основные знаки Деванагари. Но даже если вы выучите все их, это еще не позволит вам не читать, не писать полноценно на Деванагари. Потому что есть еще две хитрости. Во-первых, это огласовки. Гласные, которые идут после согласного, пишутся с помощью специальных диакритических значков. Здесь мы видим, сверху показаны около кружочков сами вот эти вот значки, которые присоединяются. Снизу, в самой нижней строке, расшифровка латиницей. Чуть выше основные знаки гласных Деванагари. И еще выше. Это сочетание этих знаков на примере согласной К. Сама по себе согласная К, она читается согласовкой краткого А. К. Для долгой гласной присоединяется палочка справа. К. Для огласовки И и долгой присоединяются палочки слева и справа и душка сверху. Причем, заметьте, душка эта направлена к, собственно, основному знаку К. И вот это непривычно, что краткое И, оно пишется перед согласной, который относится. Это несколько смущает, особенно когда там идет не одна согласная, а несколько согласных. Это сочетание. И вот как бы она относится к ним, пишется перед ними, но читается после них. После них всех. Далее. Краткое и долгое УА рисуется с помощью таких вот завитков под строчкой, которые направлены налево и направо. Следующее у нас РИ. Оно рисуется с помощью крючка под строчкой. Долгой РИК. Двойной крючок. Гласная ЛИ. Ну, собственно, она маленькая. Гласная ЛИ подрисовывается под буквой. Дифтонки помечаются таким косым штрихом сверху. Э один штрих. Ай два штриха. И ОАУ имеют те же самые один и два штриха, но еще палочка справа. Такая вот нехитрая система обозначений, или, может быть, наоборот, хитрая система обозначений гласных, которые тоже можно считать диакритиками санскритскими, так же, как ранее мы видели в латинице черточки и точки под буквами. Так же и здесь гласные обозначаются такими диакритическими пометками. Дальше что делать, если нам нужно все-таки записать согласную без гласной? Для этого тоже используется специальный значок, касая черта снизу, называемая ВИРАМА, то есть остановка. На примере у нас согласная МА. Если поставить такую черточку снизу под согласный МА, то получится просто МА. Ну и пример слова БГИШАК, который оканчивается на согласную. Оно состоит из трех слогов. То есть из трех знаков письма Деванагари. БГИШАК. На самом деле, согласную без гласной произносить сложно, но поскольку иногда пишется и произносится, все-таки как-то надо произносить. Индийские грамматисты придумали такую хитрость, что если краткое гласное звучит одну меру, долгое гласное звучит две меры, то звук согласного звучит там где-то полмеры. То есть его все равно у нас не получится произнести совсем без гласного, но какой-то там КГЛАСНЫЙ прорывается, вот он звучит полумеры. И вторая хитрость, которую обязательно приходится овладеть, чтобы читать и писать напись на Деванагари, это ЛИГАТУРЫ. Любое сочетание согласных пишется специальными, сложными, такими как бы, на первый взгляд, нагромождениями знаков. Но это только на первый взгляд. На самом деле там все довольно логично устроено. И если вы знаете форму основных букв Деванагари, то угадать, из чего состоит ЛИГАТУРА, не составляет большого труда. В большинстве случаев. Первый тип ЛИГАТУРА это горизонтальные ЛИГАТУРЫ. Если согласный пишется и имеет справа вертикальную черту, то для подсоединения к нему другого согласного, просто у первого согласного эта вертикальная черта убирается, и второй к нему просто подсостыковывается. То есть... То есть просто убирается вертикальная черта, к которой пишется этот согласный звук, и представляется следующий. Довольно простой способ. Поначалу эти ЛИГАТУРЫ выглядят непривычно, но когда уже освоишься с алфавитом Деванагари, то он начинает узнавать вот эти базовые элементы, основные элементы букв в этих ЛИГАТУРАХ. и они уже не представляют особой проблемы. Следующий более интересный вариант, это вертикальные ЛИГАТУРЫ, когда следующая согласная лепится под первую согласную. Так, КККК. она по возможности лепится к той же вертикальной черте. КВА, потом ГНА, здесь уже как бы второй согласный теряет свою вертикальную черту, и подклеивается снизу к первой. Вот вариант следующий ПЛА, здесь он не слева подписывается, а снизу прилепляется. Хотя есть вариант, который он может именно к этой же черте, но слева быть подписан. но ниже, чем основной согласный. И из трёх согласных сочетание ШТВА. Здесь интересно, что согласный Ш при сочетании с Т теряет свою черту, и ШТА, как вы видите, ниже, оно уже пишется как бы вообще без вертикальной черты. И к ней уже лепится следующий согласный ВА. ШТВА. Ну, несмотря на то, что такое вот разнообразие способов построения, всё-таки основные элементы букв, как вы видите, всё ещё узнаваемы. есть более сложные, хитрые варианты. Так, у согласного К, в знаке согласного К, вертикальная черта стоит посередине знака. Её не получится отбросить, чтобы пристостыковать следующие согласные. Поэтому более хитро его подсоединяют к правому хвостику этой буквы. К МА. Или КЯ. В некоторых других сочетаниях вот эти согласные МА и Я тоже вот используют такой вот способ присоединения, как бы они прирастают к предыдущей букве своей дугой. В других случаях этот хвостик УК просто как бы немного сокращается. Например, КСА. То есть, отбрасывается в этом случае не вертикальная черта, а конец вот этого правого хвостика. Ещё вот приведены три сочетания с буквой К, которые с непривычки довольно сложно распознать, что в них что. К и ТА дают вот такой вот сложный знак КТА. Но если приглядеться, то мы видим в нём и правый хвостик от буквы К, и дужку К, которая превращается вот в такую прямую черту. И под ней ещё букву ТА тоже мы видим. В сочетании с буквой РА КРА превращается тоже вот в такой вот хитрый значок, где опять же дужка у буквы К, она как бы раскрывается, превращается в чёрточку. Ну и такое самое интересное сочетание КТРА, где первая чёрточка это дужка от буквы К, вторая чёрточка это дужка от буквы ТА, и третья чёрточка это написание согласного РА последнего. Ну и хвостик справа он нам позволяет всё-таки вспомнить, что это была первая буква К и угадать это сочетание как КТРА. Некоторые согласные в сочетании меняют свою основную форму. Так, например, согласный Щ превращается вот из полного начертания в такую своеобразную петельку. В сочетании СР, ШРА, ШВА, ШЧА и ШНЯ он принимает вид такой петельки. Также в сочетании с гласным РИ он тоже может таким же способом писаться. Ну и на самом деле ещё в сочетании с гласными У и долгим У тоже может быть в таком виде записан. Самый такой сложный по форме последний согласный ГА к нему вообще непонятно куда лепить и вот есть разные способы соединения. В одних случаях элемент второго согласного вписывается в полукруг в нижний полукруг знака ГА в другом варианте он подписывается к нему снизу. Ну вот примеры других звуков в сочетании других букв ГА и ВА тоже один вариант внутри вписывается другой вариант слева и снизу подписывается ГА и ЛА ГЛА Эти оба варианта они читаются одинаковым образом. И дальше вот опять же соединение СМА и Я примерно так же как соединение СК получается ИХМА ИХЯ Вот такие вот небольшие хитрые нюансы достаточно достаточно один раз их как бы рассмотреть внимательно и после этого премудрость Деванагари видна как на ладони Ну немножко практики чтобы наловчиться их читать чтобы вошло это в привычку Нельзя не сказать о двух таких хитрых и мало узнаваемых на первый взгляд знаках как КША и ДжНЯ Действительно сложно понять где тут какой элемент находится но звуки довольно часто используемые поэтому довольно легко запоминаются причем по причине того что устройства этих лигатор неузнаваемые в Индии даже принято КША например включать в алфавит они некоторые считают его отдельные звук буквы алфавита некоторые даже рассуждают что у него отдельное должно быть другое какое-то звучание также и ДжНЯ на том основании просто что в этой лигаторе сложно распознать отдельные составляющие элементы дальше вот еще интересные варианты сочетания буквы РА или РЕБХА это санскритское название это единственная буква санскритского алфавита который имеет собственное название РЕБХА другие согласные или гласные или гласные они все или просто называются ААИИ или КАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКА используется слово КАКАКАКА буква например АКАКАКА это буква звук А или РАКАКАКА это звук РА но вот вместо РАКАКАКА используется также термин РЕБХА так так вот перед согласным РА превращается в такой крючочек сверху РК РВА одинаково причем можно заметить что когда после согласной идет огласовка то этот крючочек присоединяется именно к этой огласовке РК он присоединяется к самому правому краю как бы письменного знака или вот в уже названном сочетании из пяти согласных РЦНЬЯ он тоже находится с правого края этого сочетания в виде такого же крючочка согласная РА выступает перед огласовкой РИ то есть РИ это довольно редкое сочетание и очень необычно как раз что единственный как бы случай когда знак знак гласного сохраняет свое полное начертание после согласного а согласный наоборот претерпевает какое-то изменение и кстати по этому редкому знаку можно распознавать хорошие санскритские компьютерные шрифты в большинстве шрифтов которые делаются затачиваются под хинзи такого знака просто вот сочетания нет оно неправильно представлено оно видно как обычное написание полное написание РА и снизу представляется крючочек как в других случаях но правильное написание именно вот такое крючочек сверху и полное прописанное Р гласное с другой стороны когда идет РА после согласного то оно пишется в виде косой черты снизу снизу слева направленная влево вниз которая идет от вертикальной черты основного знака КРА СРА ДРА вот в букве Д нету вертикальной черты но есть куда подставить эту косую черточку также другой вариант когда нижний край знака закруглен в этом случае подставляется не косая черта а такой уголок например для буквы Т ТРА рисуется с помощью уголка также в сочетании ШТРА ну вот основные секреты записи Девана Гори мы разобрали дальше стоит еще отметить такую вещь горизонтальные черта а Девана Гори вообще принято такое представление что оно пишется под чертой ну это действительно так все знаки в Девана Гори имеют черту сверху хотя если посмотреть на Брахми на другие родственные письменности то эта черта не является неотъемлемой для индийских письменностей но в Девана Гори она именно вот такая вот наиболее явно выраженная ну может быть еще в бенгальском письме тоже такая же черта если же брать какие-то манускрипты то можно заметить что там каждый слог он прописывается отдельно но это конечно зависит так же и от манеры песца который записывает манускрипт но просто надо отметить что именно вот эта сплошная горизонтальная черта не является непременным свойством Девана Гори более того некоторые буквы просто имеют внутри себя разрывы как мы видим в написании первого слова АТХА ТХА имеет просто разрыв этой черты в своем написании многим нравится именно вот эта сплошная черта как такой декоративный элемент и в некоторых манускриптах может быть найдется именно сплошная черта как элемент такого вот скорописания чтобы провести черту а потом уже под ней писать так у нас на экране первая строка йога сутр собственно можно ее по знакам Деванагары прочитать АТХА ЙОГА НУША СА НАМ АТХА ЙОГА НУША САНАМ что можно перевести как вот теперь мы начинаем рассмотрение йоги к нашему счастью Деванагари как кириллица пишется слева направо тут нам не приходится переучиваться по написанию собственно знаков ну в плане каллиграфии сначала рисуется левый элемент символа потом вертикальная черточка рисуется потом правый элемент как бы потом уже подводится это горизонтальные черта ну подводится она над каждым знаком или над несколькими знаками это зависит собственно от манеры писца который рисует кому как удобнее так в общем-то и пишут к счастью нам не приходится учить отдельные формы для заглавных знаков Деванагари потому что просто нету разницы между заглавными и строчными знаками в этом письме посмотрите как выглядит страница манускрипта довольно непривычно посередине мы видим какой-то санскритский стих сверху и снизу идет к нему комментарий скорее всего ну да Мег Хадута Калидаса с комментарием Малинатхи вот в такой манере оформлялись санскритские тексты традиционно когда посередине основной текст и где-то там сверху снизу а может быть и по бокам подписывался к нему комментарий обращать на себя внимание что здесь не видно никаких пробелов между словами мало того что слова склеиваются по правилу санхи слияются гласные но здесь вообще даже где можно было бы поставить пробел их как бы почти не наблюдается текст представляет собой такой сплошной монолит и действительно похоже как будто сплошная длинная горизонтальная черта над каждой строкой проведена но когда европейцы стали издавать книжки им показалась такая манера письма не очень удобная поэтому все таки по возможности начали оформлять с пробелами пробелы ставятся там где висарга но она там естественным образом получается потому что черты это вот эти двоеточие такое в этих местах естественный разрыв также пробелы ставятся в современных изданиях после анусвары верхней точки и еще мы должны обязательно сказать о знаках припинания санскрита их не так много долго учить не приходится это всего лишь палочка и двойная палочка которая по-санскритски называется данда вот мы видим пример оформления текста одинарная палочка используется в конце фразы двойная в конце абзаца или если оформляется стихотворная строка то в конце первого полустишья ставится одинарная палочка в конце второго полустишья ставится двойная причем между двойными палочками могут помещать номер стиха если мы вернемся к предыдущему стиху то мы видим вот тут в конце этого стиха тоже есть двойная палочка и какая-то циферка которая видимо указывает номер этого стиха также еще один довольно важный знак это аваграха такая вот не знаю как назвать закорючка которая обычно употребляется в современных изданиях на месте выпадения начального гласного а по правилам сандхи аваграха переводится как разделитель и в принципе она может выполнять также и другие какие-то функции например если взять издание ригведы в падапатхе это пословный анализ текста это еще древние лингвистические как бы произведения направленные на то чтобы проанализировать состав ригведы по словам так вот в падапатхе в варианте это аваграха используется для того чтобы разделять одно слово от другого одно основу слова от другой основы слова при записи стихотворных размеров она может использоваться как какое-то там обозначение долгут то есть то есть у нее нет такого единственного универсального использования может по-разному использоваться причем вот в этом случае соу-гам это сах плюс ахам ахам тот я в переводе санскрита здесь у ахам я выпадает а и ставится аваграха но на самом деле аваграха в этом случае не обязательно она может и не ставится и слово будет тем же самым и смысл текста будет тем же самым она ставится чисто для того чтобы было удобно читать тексты в некоторых изданиях на месте слияния долгого начального а ставится двойная аваграха то есть употребление ее довольно вольное и необязательное в принципе есть некоторые издания которые вовсе без аваграхи прекрасно передают тексты ну и говоря о Деванагаре нельзя не сказать об индийских цифрах те самые в общем-то цифры которыми мы с вами пользуемся арабские цифры которые были когда-то заимствованы арабами из Индии индийские цифры возникли в Индии не позднее пятого века там же было открыто и формализовано понятие нуля шумья которая позволила собственно нам писать нашу десятичную систему записи чисел так что не только в фонетике но и в плане математики Индия опередила европейских ученых так вот собственно все что сегодня я хотел рассказать в каких случаях используется вертикальный который в каких горизонтальный или допускаются оба варианта да именно допускаются оба варианта в некоторых случаях или используется тот который в данном случае удобен для написания или просто более приятен для пишущего иногда просто один и тот же писец может использовать то вертикальную то горизонтальную как ему просто придется на данный момент никакой принципиальной разницы между вертикальными и горизонтальными лигатурами нету более того у многих лигатур есть по два по три варианта написания то есть это такое поле для творчества порядок начертания букв в даванагаре в отличие от китайского он не строго регламентирован да действительно индусы пишут буквы по разному и в общем-то это дело вкуса и каллиграфических предпочтений того кто пишет ну есть какие-то тенденции вот я попытался некоторые из них озвучить и на схемках там стрелочками они обычно показываются что там слева сначала потом вертикальную черту потом справа потом может быть диакритики и горизонтальную черту знаки над чертой но это все как бы предпочтение самого пишущего некоторые стараются провести горизонтальную черту сразу над всем словом если это позволяет слово если там нету разрывов внутри букв никаких строгих правил по написанию самих знаков как таковых нету так правильно ли я поняла что поанинник придумал трактат не писал его и просто передавал устно на самом деле вот никому из сегодняшних наших современников неизвестно как работал Панине как он писал свой трактат и было ли вообще это Панине а не какая-то круглый стол ученых мы просто точно всего этого не знаем но если посмотреть даже вот на современное изучение традиционной грамматики Панине можно видеть что детишек 10 лет от роду отдают вот в это обучение они просто наизусть заучивают эти сутры они их заучивают до тех пор пока они у них вот просто на автомате не становятся естественными и привычными и потом уже когда они уже их все полностью выучили они начинают осмыслять собственно а что же они такое выучили разбирать смысл но это довольно долгий способ изучения он очень время затратен очень труден и поэтому мы стараемся изучать сансклит более какими-то простыми западными методами с помощью таблиц склонения с помощью каких-то правил сформулированных более развернуты чем сжатых сутрах панини так вот что там было у панини мы не знаем но да именно устный метод передачи он очень характерен для Индии более того есть свидетельства например Аль Беруни персидский ученый 11 века он писал что индусы просто с презрением относятся к письменному тексту он постранствовал по Индии и был очень удивлен таким фактом что устная передача индусами очень ценилась а письменная считалась просто напрасной тратой сил так повторите пожалуйста что такое анусвара ну это довольно непростой вопрос анусвара как звук в чистом виде это носовой звук без смычки то есть чисто носовой звук если говорить о написании то анусвара передается точкой над чертой но также в написании точкой над чертой бинду передается и другие носовые звуки довольно часто для хинди например это принятая практика обычно они так пишут и такая же практика распространена распространилась и на санскрит поэтому есть некоторые путаницы между звуком анусвара и вот этой точкой бинду но не совсем корректно называть точку анусвара так в чем различие между бинду и чандрабинду не совсем понятно на самом деле и по разным традициям и по разным манускриптам нет никакой такой единообразной системы которую можно было бы четко проанализировать и сказать что бинду это вот это чандрабинду обозначает именно вот это как я уже говорил иногда во всех случаях просто используется точка без чандрабинду такой упрощенный способ вот а уж что оно представляет фонетически это надо просто немножко поизучать санскрит и посмотреть в каких случаях используются вот эти знаки ну оба знака так или иначе обозначают какую-то или нозализацию или носовой звук данда в конце фразы это вместо точки или не всегда предложение в текстах разделяется ну как сказать иногда особенно в комментаторской литературе где просто вот пишут пишут и пишут забывают разделять предложения по манускриптам это видно когда европейцы начали сдавать конечно они стараются внести в это дело порядок и везде расставить как бы точки ну данды да палочки в конце фразы но к сожалению писцы особенно они могут не заморачиваться с этими вопросами могут забывать или по оплошности или просто им неинтересно расставлять эти палочки везде но в общем случае да данда она аналог нашей точки в конце предложения отличается ли прочтение слова с висаргой в середине строки и в конце ну если брать как бы строго лингвистический подход то висарга обозначает один и тот же звук придыхания что в середине строки что в конце строки поэтому с точки зрения лингвистики звучание должно быть одинаковое с другой стороны у индийской традиции есть разные варианты произношения висарги часто ее произносят с усиленным звонким таким призвуком гласного предыдущего например вместо девах произносят деваха а то и деваха деваха то есть совершенно неправомерно акцентируют эту висаргу но вот с инглистикой с точки зрения инглистики это просто придыхание легкое придыхание глухое деваха эллигатура джня может произноситься как дна в индии произносят в индии как научит гуру так и считается правильным а гуру в разных регионах в зависимости от разных местных диалектов произносят по-разному поэтому в разных регионах можно услышать совершенно разное произношение этой эллигатуры джня но опять же мы ориентируемся на подход лингвистики а с точки зрения лингвистики нет никакого повода менять звучание этих звуков то есть если бы там менялось звучание то можно было бы ожидать что тот же Панини который описывал изменение звуков в санскрите ввел бы специальное правило сандхи что дж при соединении с дня будет давать какой-то другой звук но никакого такого правила мы не видим поэтому собственно предполагать такое изменение нет оснований расскажите пожалуйста написание знака Ом он такой специфический значок именно для написания звука слога священного Ом ну он оформляется конечно в стиле Деванагаре и как-то связан с написанием букв но можно его считать как такой еще одной лигатурой еще одним странным сочетанием графем бывает ли где второй слог не с а с другими согласными или даже без наверное с другими гласными или даже без гласной но собственно конечно просто мы показали совершенно ну элементарный пример а элементарнейший пример это согласовкой А а огласовка может быть какая угодно то есть И У Э О все это точно так же присоединяется к группе согласных так же как и единичные согласные то есть то что мы показали сочетание для ка ки ку кри кли ке ку кай ку то же самое будет и для слегатур по тем же самым принципам эти диакритики присоединяются к ним так ну еще один вопрос про джняна дняна да но джняна иногда признается как дняна иногда как гьяна и проч и разные варианты можно услышать в Индии в чем разница между гласным и согласным р ну собственно в том и разница что согласный р он образует слог при присоединении других гласных например ра ри ру тогда как гласный р он сам по себе считается за слог так например в слове кришна там гласный р образует отдельный слог кри это первый слог слова кришна ну а согласный он не образует отдельного слога ну собственно по звучанию у них разница звучание близкое разница именно в способности образовывать слог с точки зрения лингвистики можно даже где-то считать их одной и той же фонемой но и именно вот с такой разницей позиционной так анусвара обозначение носового признака гласного но точка может обозначать носовой согласно следующее за гласным да может есть ли в Деванагаре или в санскрите знаки восклицания и вопроса если нет то означает ли это что этого нет и на уровне смысла нет это не означает что этого нет на уровне смысла но просто эти знаки не были традиционно приняты для Деванагаре в современных изданиях можно их встретить то есть просто современные издания где это удобно по тексту, поставить вопрос или восклицание, они издают древние тексты, заменяя данду на знак вопроса или на знак восклицания, где это удобно и более понятно для читателя. А в Индии как-то не было принято разнообразие знаков пунктуации. Правильно ли я понимаю, что в Деванагаре, в отличие от китайского письма, не строго регламентирован порядок начертания? Да, порядок начертания в Деванагаре довольно произвольный. То есть есть какие-то тенденции, но вот такого порядка, как в китайских иероглифах, где каждая черточка должна писаться именно в строгом, совершенно определенном порядке, такого в Деванагаре нет. Откуда берется и в слове Кришна? Ситуация тут такая, что гласный РИ, он не характерен для современных индийских языков. И сами индусы санскритские слова с этим гласным произносят так, как им просто удобно. И вот некоторые произносят его как Кришна, РИ вместо РИ. А на юге Индии характерно произношение вообще Крушна, через РУ. То есть какие гласные им кажутся в собственном языке ближе, через те они произносят. Так же, как и с произношением Джня. Ну вот не принято у них произносить Джня, а читается по-другому, как Гня, Гья и так далее. То есть это какие-то местные варианты произношения и местные варианты чтения санскрита. Причем от местности к местности они различаются. Так, ну что же, спасибо за вопросы, спасибо за внимание. Наверное, на этом мы закончим сегодня. Продолжение следует...